Музыка По крайней мере, один выходной каждый из нас просто обязан посвятить физическим упражнениям. И набережная кампуса ДВФУ – это идеальное место для этого в Владивостоке. Сегодня здесь собрались сторонники здорового образа жизни. И они покажут и расскажут нам свой вариант уикенда в Приморье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое правило – не пей, не кури. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе правило – не мусоревого турника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третье правило – подтягивайся не менее 500 раз в неделю, и у тебя все получится. Знакомьтесь, мужественные турникмены. Хотя сами они просят называть их дворовыми спортсменами. Звучит менее пафосно и как-то более по-русски. Хотя и то, и другое понятно. Если вы видите во дворе турники и брусья, значит, эти люди где-то неподалеку. Самый большой плюс турников – это то, что он доступен для всех, и этим можно заниматься даже дома. Хорошие турники для занятий, скажем, универсальные площадки, есть на кампусе ДВФУ, и есть еще неплохая площадка на юбилейном пляже, набережная города Владивостока. Вот я вам рекомендую там заниматься. Дополню Максима, еще неплохая площадка есть на Баляево на 57-й школе, и на 60-й школе возле кинотеатра «Нептун». Но вообще вот те, кто проектирует и строит площадки, хотелось бы, чтобы они учитывали мнение занимающихся. То узкий пролет между стойками, что ограничивает функционал выполняемых элементов, то турник расположен вблизи каких-то объектов, например, забора. Толстые трубы, неудобные для хвата. Покрытие бывает скользкое, там, неудобное. Ну, вот в таком плане. Турники и брусья уважает и абсолютный чемпион Приморского края, и призер чемпионатов Дальнего Востока по бодибилдингу Максим Дер. При этом он является мастером спорта по жиму, штанге и лежа, а значит, все же предпочитает заниматься в специально оборудованном зале. Отжимания на брусьях и подтягивания – это одно из немногих упражнений, которые может включать в свой тренировочный процесс бодибилдер на открытом воздухе. Поэтому я бы не переоценил значение турника и брусьев, ну, если вы хотите добиться реальных результатов в бодибилдинге. На спортивной площадке ДВФУ любят зажигать и очаровательные девушки «Данс Тим Спартак Приморья». У них здесь проходят тренировки и репетиции будущих номеров выступлений. Продолжение следует... Черт, это был потрясающий танец. Скажите, почему вы его исполняете именно здесь? Ну, сегодня очень хорошая погода, наконец-таки выглянуло солнце. И вот мы решили с девочками сегодня изучить новые трюки акробатические, станцевать. Вас не смущает, что на вас здесь смотрят столько парней? Ой, нам даже это очень нравится. Поверьте, мы работаем на баскетбольной арене, где основная часть мужчины, и поэтому нам это внимание очень приятно. Должен ли парень заниматься спортом, чтобы понравиться девушке? Я думаю, что обязательно, потому что спорт – это прежде всего здоровье, ну и, во-вторых, сильные спортивные мужчины всегда привлекают девушек. А еще мужчина должен быть сильным, чтобы носить свою девушку на руках. А еще спортсмены целеустремленные и дисциплинированные. Эти аргументы показались мне настолько убедительными, что я решил немедленно присоединиться к занимающимся. Никакое усилие не бывает напрасным. Даже Сизиф развивал мускулы. Вы смотрите программу «Уикенд в Приморье», и сегодня наш маршрут определяет сторонники здорового образа жизни. Пляжный сезон не за горами, и для большинства из нас, обычных людей со своими слабостями и недостатками, весьма актуально привести фигуру в порядок. И вот, что советуют те, кто в этом вопросе явно разбирается. На турниках желательно начать заниматься хотя бы за два месяца. Для того, чтобы привести себя в форму, нужно выполнять базовые элементы. Подтягивания, отжимания. Для этого даже не обязательно турник. Можно заниматься на брусьях, на полу. Заниматься надо не менее трех раз в неделю. Еще не менее важно правильно питаться, не есть перед сном, не есть много сладкого, не пить много воды. Чтобы держать свое тело в тонусе, помимо силовых упражнений, необходимо делать упражнения на растяжку. И одно, наверное, из самых доступных упражнений для каждого человека – это складка к ноге. Опускаемся к ножке. И опускаемся к ножке, которая опорная. В основной рецепт – посещайте тренажерные залы. Мужчинам рекомендую делать акцент на упражнения на плечи и на спину. Это визуально расширяет, так скажем, фигуру, делает ее атлетический вид телосложения. Обязательное соблюдение правильного питания. То есть нужно убрать все сахара, все жареное, все жирное. Только тогда вы добьетесь более-менее каких-то результатов достаточно быстро. Мне вот понадобилось всего каких-то 14 или 16 лет, чтобы добиться таких результатов. Дяденька, напрягите, пожалуйста, можете. Каждый кулик, как известно, свое болото хвалит. И собравшиеся вместе эксперты полностью подтвердили это мнение. Когда я попросил совета, какой же вид спорта мне все-таки выбрать. Одни возносили отдых турнику, другие – штанги. Третьи говорили о невероятной пользе фитнеса. При этом честно признавались, что многие из упражнений конкурентов время от времени используют и в своих тренировках. Приседания со штангой, выпады со штангой, становую тягу – все это основы. Если брать для себя, от ребят, от занятий в дворовом спорте, я бы взял на вооружение подтягивания, потому что любые подтягивания включают нагрузку на спину и очень хорошо ее прорабатывают. Плюс достаточно хорошая растяжка для позвоночника. У девчонок из фитнеса я бы взял растяжку, именно растяжку. Потому что нельзя бы закрепощаться, иначе мышцы будут жесткими и можно получить различные травмы. Наш разговор услышали девушки и тут же предложили приморскому чемпиону по бодибилдингу попробовать себя в танце. У нас, к сожалению, сегодня одна девочка не смогла прийти. Максим, замените ее? Да без проблем. Максим, замените ее? Да мне проще штангу 200 отжать. В завершении и я сыграл роль тренера. Поделился своими навыками управления гироскутером. С гордостью могу сказать, что мои ученики не подкачали. В каких-то 5 минут научились пользоваться этим удобным средством передвижения. Да, конечно, Владивосток прежде всего автомобильный город. Но в часы пик этот факт вместо гордости вызывает досаду из-за постоянных пробок и отсутствия свободных мест парковки. По крайней мере, летом в городских условиях гироскутер вполне конкурентоспособен и доставит вас на ту же тренировку без нервов и особых проблем. Гироскутер – это очень крутой девайс как для взрослых, так и для детей. Взрослые могут ездить в него в магазин или добираться до работы. Дети могут кататься на нем в парке или на площади. Жители Владивостока имеют очень привилегированные условия при приобретении. Вы смотрели программу «Уикенд в Приморье». Спортивным быть сегодня в моде. Но самое главное, что у нас есть в море, которое готово совершенно бесплатно подарить нам отличное настроение и здоровье. Открываем купальный сезон! Редактор субтитров А.Семкин